Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Виктория Шары. Коротко о том, что было самым ярким и интересным на прошедшей неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе полковник полиции Вера Рабинович попросила перевести ее под домашний арест. Она считает, что продление содержания ее под стражей, а в СИЗО она находится более полугода, является необоснованным. Напомню, в декабре прошлого года высокопоставленная сотрудница главного следственного управления регионального полицейского главка была задержана оперативниками ФСБ при получении незаконного вознаграждения. За эти деньги она должна была передать в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве. По версии следствия, у офицера не было такой возможности, и она всего лишь обманывала взятка дателя. Но после передачи дела на расследование в Третье следственное управление СК, силовики все же установили, что в рамках должностных полномочий она имела возможность влиять на принятие решения. На данный момент предварительное следствие завершено, и обвиняемые со своими адвокатами знакомятся с материалами дела, в котором 17 томов. Свою вину они признают, однако Рабинович настаивает на том, что судить ее нужно все же не за взятку, а за мошенничество. В Самарском областном суде защита пыталась обосновать перевод Рабинович на более мягкую меру пресечения, в наличии ему у нее 4-летней дочери, говоря о которой подследственной не могла сдержать слезы. Ведь ребенок сильно переживает отсутствие матери, с которой может общаться только по телефону, и всего лишь 10 минут в неделю. Но федеральный судья Ольга Васильева в удовлетворении жалобы отказала, и до 17 августа женщина останется в следственном изоляторе. Законченное расследование дела Дмитрия Сазонова. Сейчас экс-начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Самарского управления Росгвардии вместе со своим адвокатом знакомится с материалами дела, в котором 9 томов. В обвинении остаются два эпизода. Получение взяток от Александра Орлова, действовавшего, по мнению следствия, в интересах охранных структур ОПС «Законовский». И покровительство фотостудии, монопольно снимавшей роженец с младенцами в родильных домах. Как сообщил журналистам адвокат Корномазов, придется подать несколько ходатайств. И к середине августа дело уже может быть направлено на утверждение в прокуратуру. Напомню, год назад полковник внутренней службы Сазонов-младший был задержан сотрудниками ФСБ в кафе после встречи с бывшим милиционером Орловым, который положил меченые деньги между мягких сидений дивана, откуда оперативники их и изъяли. С того момента их заместитель начальника регионального управления Росгвардии находится в следственном изоляторе. На днях областной суд оставил без удовлетворения жалобу на продление Сазонову содержания под стражей. Таким образом, он не выйдет на свободу как минимум до завершения судебного разбирательства. С этого года увеличили штрафы на ловлю рыбы с использованием сетей. Отдать придется не только деньги и рыбу, но и лодку. За порядком и сохранностью рыбы в Волге и в Самарке следят инспекторы рыбной охраны. В рейд защитники уходят под вечер и работают до утра. Вместе с ними на ночное дежурство выезжала Мария Левина. Рев мотора, расслабляющий ветерок и освежающие брызги воды. Все это подзакатное солнце. В свой рейд рыба охрана выходит именно под вечер. Но не все так романтично, как может показаться на первый взгляд. Здесь иная причина. С первыми сумерками шанс поймать речных браконьеров удваивается. Сети они ставят, как правило, когда только начинает темнеть. Свою проверку мы начали с реки Самарка и буквально в первые минуты спасли рыб. Это была косынка, маленькая сеть размером с 5-килограммовый пакет. Там уже была рыба, окунь и судак. Первый чувствовал себя бодро и отправился обратно в воду. А вот судаку повезло меньше, рыбу спасти не удалось. Мертвую рыбу речные правоохранители уничтожают. Вообще уничтожается, как правило, всеми возможными способами. Либо она у нас рубится на куски, либо путем сжигания. То есть по-разному. Косынка под мостом это не удивляет, говорит инспектор. С каждым разом нарушители придумывают способы все изощреннее. В этом году браконьеров меньше, однако связано это не с появлением совести, а новых штрафов. Согласно изменениям в законе, преступникам придется раскошелиться от 2 до 5 тысяч рублей. Плюс отдать сеть и лодку, на которой были пойманы. А также заплатить за всех пойманных рыб. Продолжили искать нарушителей мы уже в протоках Самарки. Направились в сторону озера Гатное. Там оказалось спокойно. Как рыбалка? Дорога. Чтобы найти браконьера, важно не упустить ни одну деталь, рассказывает инспектор. Отличительные знаки это свободные от травы подходы к воде, связанные камыш, как метка, чтобы не потерять свой улов. Невозможно предположить, где что окажется. Только опытным путем искать, искать, искать. Они стараются запрещенное орудие лоу поставить и где-то находиться подальше от них. Могут и баклажки привязать, могут и поплавки на виду. Но, как правило, стараются пригрузить их, чтобы не видно было. Но в Самарке есть и разрешенные сети рыбсовхозов. Но рыбу, которую они вылавливают, должны сдать в областной департамент охоты и рыболовства. За что рыбаки получают зарплату. Рыбачим здесь рыбсовхоз у нас. Пожалуйста, можете смотреть. Там все по разрешению, можем показать документы. Если есть желание. То есть журнал лежит на стане. Все как полагается. Все как полагается. Дальше на пути нам встречались рыбаки без лицензии. Но лишь пернатые. Протоку буквально захватили цапли. Смеркалый. Чтобы обнаружить сети, рыбная охрана решает применить еще один метод. Выпускает кошку. Ни одно животное во время нашего рейда не пострадало. Речь об инструменте защитников. Это что-то напоминающее маленький якорь, который забрасывают за борт и тралят. Держат за веревку и ведут рядом с лодкой. За него цепляются сети, если они есть. Больше всего сетей ставят весной и осенью, говорят специалисты. Потому что вода в реке еще холодная и улов может сохраниться на пару дней. А сейчас его нужно забирать день в день, иначе рыба протухнет. Поэтому и сетей летом меньше. В рейд рыба охрана выходит вот на такой лодке. Она сможет набирать скорость свыше 50 км в час. В ней должны находиться 4 человека. Но, как правило, их трое. Один инспектор и два общественника, которые выступают в роли понятых в случае чего. Такие проверки могут длиться от нескольких часов до суток. Большую часть времени занимает засада, чтобы не спугнуть браконьеров. Например, ревом мотора. За один выезд можно поймать 10 человек, а можно никого. И здесь многое зависит от везения. Мария Левина, Василий Голдашов. События. Ремонтируют на совесть в промышленном районе Самары. Продолжают приводить в порядок дороги, газоны и тротуары. Как в этом году преобразится Старозагора, расскажет Анатолий Головко. Сейчас на этом месте работает тяжелая техника. Но уже совсем скоро здесь появится просторный тротуар и новые зеленые газоны. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре отремонтируют улицу Старозагору от Советской Армии до Ташкентской. В этом году рабочие обновят участок от Советской Армии до Нововокзальной. В 2020 году участок от Нововокзальной до Ташкентской. «Выполняются работы по ремонту покрытия проезжей части, по замене бортового камня, ремонту тротуара с применением плиточного асфальтобетонного покрытия. Также запланирован ремонт газонов и средств организации дорожного движения». Старозагору ремонтируют по контракту трехлетнего жизненного цикла. Содержанием дороги и прилегающей территории будет заниматься одна подрядная организация. Благодаря такому подходу все обязательства по гарантийному ремонту в течение пяти лет будет исполнять подрядчик. Горожане, которые проживают в промышленном районе Самары, с нетерпением ждут окончания работ. «Улучшить надо, благоустроить надо, и необходимо, по-моему, это». «Здесь мы живем, здесь нам очень хочется, чтобы было красиво». Сейчас ремонт на Старозагоре завершили на 10%. Рабочие закончили фрезеровать проезжую часть и справились с устройством тротуаров на треть. Уже в 2019 году на газонах заменят грунт и высадят многолетние травы. Подрядчик работает с опережением графика и планирует сдать объект до начала осени. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Они неизлечимы, но продолжают жить, а значит нуждаются в помощи. Ежесекундно в Самарском хосписе жизнь и смерть ведут между собой борьбу. Медицинские работники помогают неизлечимы больным 24 часа в сутки. Когда палеотивная помощь появилась в Самаре, и о том, что придают силы для непростой работы в хосписе, расскажет мэри Елчан. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Главный девиз медработников Самарского хосписа. Татьяна Парфенова впервые пришла сюда как волонтер сразу после окончания университета, а потом устроилась сюда психологом. Помогает и тем, кто уходит из жизни, и тем, кто остается. Татьяна Делец, жалеть о выборе профессии никогда не приходилось. Сделать все, что зависит от себя для данного человека, и ты со спокойной совестью потом остаешься, понимая, что да, все, что я могла, все, что там, моих физических сил, душевных, духовных, я сделала для данного человека. Это позволяет справляться с той печалью, грюстью, расставанием, сожалению. Получают помощь в стационаре сейчас три пациента, в том числе Екатерина. Еще полгода назад она не жаловалась на здоровье. Женщине 69 лет. Рассказывает, за всю жизнь в больницах ни разу не была. Медицинской карты и то, и нет. В апреле сломала шейку бедра. Операция дала осложнение. Как следствие, проблемы с позвоночником и онкология. О службе помощи Самарского хосписа Екатерина узнала случайно. Времени на раздумье было мало, ухаживать дома за женщиной некому. Делится за неделю, что она здесь находится. Это место стало ее домом. Сама, говорю, не думала даже оказаться в такой ситуации. Никогда не знаешь, что случилось завтра. Да, да, да. Чтобы после операции шейки бедра мне отказали ноги. Большая молодец. Мужественная. Как я говорила, мужественная же, мужественная. В хосписе есть книга памяти, где пациенты оставляют добрые слова и пожелания персоналу, который был рядом в тяжелые дни жизни. Вот тут пожелание, то, как может. Главное, что оно все от души. Больницы, которые принимали неизлечимо больных, существовали и раньше. Но лишь в 1967 году слово «хоспис» обрело значение, которое мы вкладываем в него сегодня. Основательница современного хосписного движения Сесилия Сандерс заставила весь мир по-другому взглянуть на смерть, боль и страдания. В Самаре первый хоспис открылся в 1998 году. В некоммерческой благотворительной организации есть два подразделения. Медперсонал оказывает помощь как на дому, так и в стационаре. Выездная служба сегодня помогает 60 пациентам. В среднем осмотр одного занимает около двух часов, в зависимости от состояния больного. Кого-то достаточно навестить два раза в неделю, а кого-то несколько раз в день. Телефон врачей доступен 24 часа в сутки. В стационаре места не так много, всего четыре палаты. Сотрудники хосписа делятся. Необходимо помещение побольше, чтобы оказывать круглосуточную помощь еще большему количеству людей. Для пациентов все услуги в хосписе абсолютно бесплатны. Чтобы получать поддержку, достаточно обратиться со справкой из онкодиспансера и направлением из поликлиники. Мэр Елчан, Василий Колдашов. События. В Самаре на прилавках десятки сортов бахчевых из Средней Азии. Уже стали появляться краснодарские. Скоро придет время местных. Елена Малютина знает, как правильно выбрать арбуз. В этом году сезон бахчевых начался на две недели раньше. Арбузы появились не только на уличных лотках, но и на прилавках магазинов. Цена за килограмм сочной ягоды варьируется от 12 до 35 рублей. Арбуз должен быть. Одна сторона желтенькая. Арбуз будет сладкий, сочный и отличный. А откуда у вас сейчас арбузы? У нас арбузы волгоградские. А откуда самые вкусные? Откуда арбузы? Астраханские. Астраханские. Самый вкусный арбуз из Астраханских. Немножко попозже будут. Через неделечку где-то. Сейчас на прилавках десятки сортов бахчевых из Средней Азии. Уже стали появляться краснодарские. Скоро придет время местных. Самарцы говорят, к первой пробе арбуза относятся с осторожностью. И большинство предпочитает все-таки дождаться здешних ягод – августовских. У них вкус совсем другой, чем у первых ранних. Такой уже настоящий, насыщенный. И, соответственно, вкусный. Я не хочу покупать арбузы, потому что они все на химии ГМО. Лучше подождать август, когда они будут в нашем районе выращены. И можно будет точно быть уверенным, что они без каких-то добавок. Как обычно по старинке постучать, посмотреть со всех сторон, чтобы был ровненький, чтобы звон был. Я стараюсь покупать в магазине, потому что на улице все равно и улицы, и выхлопные газы, и так далее. Как-то магазинам больше доверяют. Ну и в случае чего можно в магазин как-то и пожаловаться. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют покупать арбузы на ярмарках, в магазинах, в том числе и сетевых, а также на развалах. Эти места подвергаются регулярным проверкам, в том числе и лабораторным. Важно, чтобы документы о безопасности и качестве бахчевых были у продавцов в порядке. Поэтому, если есть сомнения в качестве продукта, можно взглянуть на бумаги продавца. Внимательным нужно быть и при выборе ягоды. Лучше всего брать невскрытые арбузы с целой корочкой. Но на ней обязательно должно быть желтое пятно и подсохший хвостик. Это говорит о зрелости продукта. Не следует покупать арбузы на разрез. Часто продавцы предлагают, надрезают их, зарезают, показать, какой они спелости. Это лишнее микробное обсеменение. При покупке арбуза важно помнить, у продавца должен быть сертификат соответствия и накладная, подтверждающая приобретение товара. В противном случае доподлинно неизвестно, где же вырос арбуз и какого он качества. Елена Малетина, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. Пройти практику на производстве и попробовать себя в новой профессии. Сегодня более 50 предприятий Самарской области предоставляют студентам такую возможность. В губернии запущен пилотный проект профстажировки 2.0. С фабрики мороженого репортаж нашей съемочной группы. Елизавета Липовецкая учится на четвертом курсе Самарского госуниверситета. Планирует работать в пищевой промышленности, но где именно, пока не определилась. Говорит, одно дело лекции и совсем другое – реальное производство. На практике узнала о таких нюансах, о которых раньше и не задумывалась. Мне очень все понравилось. Особенно было интересно, как строятся взаимосвязи тут, как организовывается труд. И мне, как студенту, очень было интересно. И в целом захотелось даже попробовать себя в качестве работника. Самара стала пилотным регионом, где запустили проект профстажировки 2.0. Уже заключены договоры более чем с 50 предприятиями области. Это крупнейшие производственные холдинги, промышленные и сельскохозяйственные компании, органы исполнительной власти и местного самоуправления. Сегодня в данный проект вошло 73 региона Российской Федерации. Самарская область первая заключила соглашение. Это произошло уже 13 июня 2019 года. Дмитрий Триджиазаров добился того, что наш регион стал пилотным в данном проекте. Мы позволим нашему студенческому сообществу не просто делать курсовые работы теоретические, а писать их на таком уровне, который позволит им не просто дальше найти место своей работы последующей, но и самое главное, даст возможность реализовать те или иные, в том числе изобретательские свои предложения. Несколько самарских студентов уже прошли стажировку на фабрике мороженого. Завод не только открыт для сотрудничества, но и активно развивается. Запущена новая линия продукта. Кроме того, самарских любителей холодного лакомства скоро ждет сюрприз-новинка. Подробности производители пока держат в секрете, зато охотно делятся рецептом выбора качественного мороженого. Потребитель должен обратить на состав продукта, посмотреть, что мороженое состоит из молока, из натуральных компонентов, из сгущенного молока, из сахара. Также обратить внимание на массовую долю жира продукта, молочной части продукта. И уже выбрать, что ему нужно и что ему необходимо. Более жирное мороженое или менее жирное. После прохождения практики на самарской фабрике мороженого у студентов возникли идеи производства продукции с новыми вкусами. А представители ОНФ предложили выпустить специальную серию лакомств к какому-нибудь значимому юбилею. На фабрике обещали подумать. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. В Самаре стартовала пробная версия и бескондукторные оплаты в трамваях. Маршрут номер 5 оснащен новыми валидаторами. Мнение пассажиров о новом способе оплаты узнала Валерия Куценко. Совесть пассажира – лучший контролер. Этот старый добрый принцип вспоминает в самарских трамваях. Бескондукторная система работала еще в советское время. С 58 по 90. Проезд можно было оплатить через специальную кассу или прибор – компостер. Он работал по принципу дырокола – тянулся рычаг и проезд оплачивался. Сегодня это новые валидаторы. Их можно оплатить через банковскую карту или льготный билет. Давайте попробуем. Проезд оплачен. Теперь пассажирам не нужно ждать, когда к ним подойдет кондуктор. Они сами могут оплатить проезд банковской или транспортной картами. Или просто приложить к устройству телефон. Валидатор пока работает в тестовом режиме, только на одном маршруте. Трамвай номер 5. Кондуктор Елена в профессии уже 5 лет. Говорит, она не боится, что валидаторы лишат ее работы. Скорее наоборот. Теперь она будет еще и контролер. Проверять билеты, наличие билетов. В конце пути или вы можете в середине? В середине, да. Как и было, он будет ходить в салон кондуктора, проверять. Давайте узнаем, как местные жители относятся к новому способу оплаты. Как в металл прикладываю? Да, и держим, держим. И билетик. Как вам новая система? Хорошо. Держимся. Удобно. Держимся. Долж. Можно и карты, да? Нет. Я не так часто пользуюсь. Поэтому днем, но терминал удобен. Как вам новая система? Различная. Очень удобно, да? Удобно. Не надо ждать, не надо передавать. Для пассажиров, которые привыкли расплачиваться деньгами, остается наличная оплата и приветливый кондуктор. Другой день. Оплачиваем через терминал. Прикладываем карточку. А, у вас колечко. Новые валидаторы сделаны в Чехии. Для восьми самарских трамваев изготовили 76 приборов. Они установлены на каждом входе и выходе. Лента рассчитана на 300 билетов. Нет никаких турникетов, поэтому оплата будет производиться комфортно. Мы рассчитываем, что именно система валидаторов, она покажет себя наиболее удобной. Повышается также платежная дисциплина, потому что, опять же, каждая дверь оборудована. Каждый пассажир, заходя в салон, тут же имеет возможность оплатить. В салоне у нас присутствует кондуктор. Сейчас мы на это тоже сознательно идем. В том числе он будет и пояснять людям, как работает эта система. Люди работу 100% не потеряют. Мне кажется, что для кондуктора это будут одни только плюсы, потому что в час пик, утренний, вечерний, достаточно много народа. Тяжело пройти через состав, возникают какие-то скандалы. А сейчас любой человек спокойно может оплатить. В следующем году бескондукторную оплату планируют организовать на маршрутах трамваев номер 22 и 24, которые идут по одной из двух главных городских улиц, Новосадовой, и возят большое количество пассажиров. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События. Она родилась и выросла в Самаре, а сейчас читает лекции по искусству в Китайском университете. Жительница Самары Наталья Карпушина уехала покорять Поднебесную 9 лет назад. В родной город приезжает ежегодно и каждый раз удивляется тому, как он изменился. С гостей из Китая по набережной и художественному музею прогулялась наша съемочная группа. Встречу с Самарой Натальей неизменно назначает на набережной. Говорит, за годы поездок по Китаю лишь однажды оказалась в месте, напомнившем ей родной город. В городе Харбин есть улица, ведущая к набережной, которая очень похожа на Ленинградскую. В Китае Наташа оказалась по правительственной программе. Она закончила факультет искусства в МГУ и отправилась продолжать обучение в Пекин. Там и осталось работать. Сначала в арт-центре организовывала выставки иностранных художников, а позже переехала в Шанхай, где работает педагогом в университете. Читает студентам лекции об искусстве, а после проводит практические занятия. Мы используем вторичные материалы, это пластик, картон. Помимо того, что мы изучаем искусство, я стараюсь привить понимание и любовь к искусству, а также защитное окружающей среде, потому что это очень такая тема сейчас актуальная. Наталья готовит студентов к поступлению в иностранные вузы. Лекции читает на английском. Говорит, за годы жизни на родине Мао Цзэдуна китайский так и не выучила. Не было необходимости, зато китайцы неоднократно заговаривали с ней на русском. В Поднебесной, делится девушка, немало поклонников России и русского искусства. Расскажи, Наташа, китайцам какие картины из этого Самарского художественного музея могли бы понравиться? Китайцы очень любят русская живопись, потому что все равно традиционно китайская живопись, она очень сильно отличается от нашей, поэтому они учатся, быстро учатся, а все равно также предпочитают русское искусство. Им нравится пастозная живопись. Знакомство Натальи с работами, представленными в Самарском художественном музее, показало, китайцам сюда идти можно и даже нужно. Здесь представлены сразу три работы русского живописца Константина Коровина, творчество которого в Поднебесной очень ценят. Яркий представитель современного русского искусства. И вот именно такая живопись очень нравится китайцам. Я думаю, что этот зал был бы самым любимым. Наталья активно путешествует по миру и, конечно, в каждом городе обязательно бывает в картинных галереях и на выставках. Зал художественного музея, в котором представлено китайское искусство, девушку приятно удивил. Говорит, такой богатой коллекции не встретишь даже во многих столицах мира. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы будем следить за развитием событий. А вам я желаю отличных выходных и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok